во имя Отца и Сына и Святого Духа аминь 1 тимофеев 22 за царей и за всех начальствующих дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте наверное здесь первое надо давно читали для себя сами вспомните когда читали вот на этот день как раз самое пришлось сегодня 25? 24? да января 2021 года мы шли к этому дню здесь говорится чтобы жили мы тихо и безмятежа мятеж это бунт это митинги это попытка свергнуть существующий строй это все сегодня подробно описывается мы должны посмотреть что об этом говорит нам Слово Божие чтобы не попасть не в те сети Господь наш рыбак хотя и нас послал говорить будете ловить человека но мы должны увидеть что Сатана все время ловит тоже и неплохо ловит миллионами и миллиардами захватывает вторая книга Старс 22-44 ты избавил меня от мятежа народа моего ты сохранил меня чтобы быть мне главою над иноплеменниками народ которого я не знал служит мне здесь речь идет очень много о Давиде и сыне его Соломоне вот сейчас говорят вот как было на Украине там везде это смута под разными словами называется это Майдан это площадь тут ничего ругательного нет но на площади жгли их дожгли да там камеры и все это чтобы не выделала свежая власть лучше стало сделали врагами друг друга славянские народы и кто это делает это даже не скрывает вся эта закулиса им это очень выгодно делать когда начинается смута значит где-то снайперы сидят убить несколько человек кто охраняет значит эти начнут отвечать тем же самым вчера здесь говорят проехать уже нельзя было они объявили какие города тем более сегодня связь такая везде выходить как должны себя вести мы вот нас касается этот вопрос нам дается право молиться за царей и за начальствующих за царей и ниже за начальствующих все ли знают как звать президента у нас дети все это знали председатель совета министров глава администрации края района дети у нас все знали в лагере и мы молились об них и по милости божией мы просуществовали не два года а 48 лет уже в новом формате они ничего в нас не могли найти они тщательно искали задействованы были органы даже ФСБ и КГБ ничего нет их кто-то трогает слышали там убежал из тюрьмы человек и вот мы теперь проверяем сказали что он у нас он бы прилетел в лагерь этот человек из тюрьмы когда живем в степи где-то но я садил что все это надуманное но я говорил молиться о том что мне предлежит как раз по этой теме уже маленько приоткрываться будет против мятежа сразу припомнили фотографии и тут как-то с одной стороны дворец спорта а рядом краевая администрация и готовился большой митинг еще советская власть была но уже переходной момент был уже почувствовали силу новой власти и готовились громить коммунистов выжигать их и увидели я прохожу щеки на проспекте два милиционера бегом у меня под руки на капитру в трибуна стоит пришлось выступить там фотография сохранилась я стою и новый завет показа и мятеж у тех спокойно все разошлись моего ничего этого нет еще раз говорю я не политик и никто просто написано так я и смотрю а как же мне вписаться в это жизнь тихую и безмятежную а мятежи были во многих странах были но к лучшему не пришли знаете когда что было во Франции императору или кто там отрубили голову в России был мятеж что сделали внутри страны только как пишут люди знающие 66 миллионов голов отлетело Достоевский говорил если коммунисты то есть тогда они тоже по-своему назывались безбожники придут к власти это обойдется в 100 миллионов ну маленько чуть-чуть не так 110 миллионов со славянами вместе добились построили царство на земле да можно добиться послушание будет но любви не будет штыками удобно бороться говорят но сидеть на них очень неудобно и это во всех странах есть страны такие кликливые сегодня считаешь когда что у них было это невероятно это нет такого государства ребенок только рождается ему сразу на сберкнижку в этот же день 50 тысяч долларов и каждый год ему добавляют есть ипотека банки если банкир возьмет хоть один процент смертная казнь в этот же день вспомните сколько заплатили лично вот у нас комбайн купил и только за кредит миллион 200 тысяч сверх того что он стоит и зараз я говорю можно дать нет они растянули на 5 лет чтобы шло я говорю ты заплати сразу сейчас деньги будут помолимся нет это на 5 лет бесполезно они деньги лежать будут видите как все сделано и поэтому мы должны научиться благодарить но ты залез туда по-другому нельзя это урожай убирать надо это не машину покупать иначе с места не сбегается я попутно говорю чтобы вам было понятно об этом много говорит Давид и все понимают если бы вместо царя Николая II был Петр I бегать вы знаете его Ивана Грозного знаете он допустил бы эту беду да говорить даже не надо все понимают что было бы лет 200 слово революция даже не упоминалось бы по-верски да а по-божественному безвольный был царь да да все можно сказать но по верующим это самый лучший царь был из-за всю русскую историю он не посягнул на это были советчики такие сделать залить страну кровью минимум 2000 человек или 22 казнить и все кончилось миллионов от них не будет но это Голубов пошел царь и вся страна за ним он не пошел на это мы должны разделить человеческое и божественное ветхий завет нам не подходит против Давида попытки были но он сразу загасил а против Соломона ни одной не было он только замечал где-то заранее предупреждал и сразу отсекал голову и самый мирный Соломон оправдал свое имя Соломон и Соломия это мирный мирная Соломита оглянись посмотрим на тебя вот откуда это идет мы сейчас еще раз заглянем внимательно кто больше всего боялся или говорил о мятеже никогда не узнаешь я специально занимался эти дни Езекииль Езекииль слово мятежное 14 раз упоминает мы сейчас будем открывать ну как бы все это упоминает вместе премудрость Соломона ее здесь у нас нет пока откроем Псалом 30 Псалом 30 21 стих слушайте как Давид относился к этому царь и пророк Давид Иисус сын Давидов помилуй нас посмотрим что говорит тот кто написал Псалтырь тот перед которым народы склонялись об одном имени моем трепещут заискивают и Давид и звезда Давида в Израиле сегодня шестиконечник это показывает его имя более славится чем Соломона стих 30 глава Псалом 30 21 стих ты укрываешь их под покровом лица твоего от мятежей людских скрываешь их под тенью от пререкания языков это Бог он к Богу обращается меня конечно интересует он писал в пещере когда скрывался при лунном свете или когда был царь мятежа не было мятеж то был от его тести Саул его гонял мы должны знать и увидеть с Давидом хочешь быть сиди дома тихо не выходите особенно женщин не составляйте где-то там большинство вы абсолютно точно я вам говорю будете раскаиваться в этом нас туда Господь не посылает и при том на учет берут всех сегодня так это легко высчитывают а может быть они специально допускают это за какого-то человека вы знаете называть даже не буду фамилию его переводится одним словом безумный библейское слово безумный навал безумный это есть а это дети его идут и ничего они не выгодят но это дает повод чтобы молодежь забунтовала что силы недовольные они будут высчитаны их хватают сегодня показывают и туда от 4 до 6 лет тюрьмы никому не захочется воевать у Китая просто вышли на площадь там сразу всех арестовали загнали 25 лет каждому все еще сидят это очень просто решается нам это надо а пана как вот мы живем и как мы себя ведем я ни разу за сколько 60 лет за 60 лет не ходил голосовать а в прошлом году пошел голосовать не за человека а за конституцию в нее внести изменения а теперь уже говорят а как вы знали ничего я не знал я молился и мне было показывать делать нельзя нам это достаточно свободы мы проехали всю Европу при этой конституции сколько нам Бог дал мы храм имеем здесь и к нам отношение властей хорошее из патриархии хорошее Бог дал какого нам митрополита Сергия просто чудо Божие для той организации где все это на лжи построено а здесь наоборот нам это охватает знакомый человек близкий говорит а я пойду голосовать за а может что-то дадут а ты умею или нет сидят там люди которые депутаты они получают минимум в 100 раз больше чем ты ну сколько учитель получает а глава который министерство образования ежемесячно 3,5 миллиона они пришли к равноправию какие были равноправия это лозунки для коммуниста были не верьте этому а это мало у нас учитель был уехал во Францию хороший учитель сейчас там язык изучают просится чтобы учиться на стройке кирпичей ложить а до этого там курьером работал разносил письма русская иммиграция после революции князья и прочие нанимались шаперами где-то в шахтах а потом уже где-то окончали к нам приезжал один массостроитель с высшим образованием но это трудно далось благодаря большому трудолюбию русских людей вот только с корабля сошли женщины я просто хочу сказать они не митинговали когда с Китая я был в Америке расспрашивал как было а это известно все сразу же что порвалась такая одежда на скамейках подмечки называются кругленькие они сразу стали вязать эти перуэнцы подходят американцы красиво и сразу давать пищу уже к обеду пришла у них все жены считайте 31-е Соломон когда пишет как она встает рано все делает и восхваляет муж и дети и одетые там не в одни одежды и не мерзнут это ваша роль не ходить там пыль эту не поднимать тем более если будет вызов на той изнутри а уже дают сведения около 400 400 человек которые из толпы могут стрелять ответная реакция будет незамедлительная не забывайте во главе нашего государства человек очень близкий к системе сохранения целостности государства то есть КГБ было он полковник там был у него очень хорошие связи везде и поэтому вот так попятиться перед ним он не пойдет успокойтесь и молитесь за него наши дети в лагере все знали мы молимся за Белоруссию где смуты за Украину там Владимир Александр за царей не за одного плохие отношения были с Турцией там сбили а мы все время Эрдогена поминали поминали глядим наш президент им уже обнимаются тебе это просто так политические лидеры а для меня это ответ моего Бога который видел что мы хотим жить тихо и безмятежно а будет мятеж из комнаты выбросит в один день на одну ночь тебя не хватит итак Псалом 64.8 я специально делаю чтобы вы приучились даже глядеть это святая Библия не просто листик какой-то укрощающий шум морей шум волн и их шум воли и мятеж народов значит что первое укрощает укрощающий укрощающий шум морей шум волн их имя тех народов вот так а море укрощить никто не может я плавал на море знаю и шатаются и вся мудрость их исчезает какой бы ты ни был хороший когда ты поднимаешь на высоту 7-8 этажа и кидаешь вниз он почти весь корабль под водой стоит а потом выныривает и это не один час и то что позавчера ела все это ты отдашь рыбам которые за бортом и поэтому для Бога сравняющие мятеж народов это как волны морские жена эта блудница сидит на многих водах воды народы все сходится вот нас укращать не надо и мы на волны эти не попадаем зато он говорит если они там что-то а ты стой на берегу успокойся и благодари Бога если есть знакомые которые думают пойти и что-то изменить ничего не измените просто надо довериться Давид об этом говорит последуем за ним и окажемся в стане врагов Давиду 77-8 и не быть подобными отцам их роду упорному и мятежному устроенному неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим неверное Богу мятежное это одно и то же хотите быть неверными Богом да сохрани Бог а слово мятеж правда не понимает тут идет строка и показывает род такой был род мятежный против Бога выставали чужими богами знались нам это не надо заботитесь о детях о внуках о соседях кто у вас рядом будьте благовестники распространяйте Евангелие тем более Евангелие сегодня у нас можете брать здесь у нас много вот нам приехали они и говорят ну нам бы немного ну сколько немного ну мы не знаем если штук 5 евангелий я говорю открывай багажник мы нагрузили у них рессоры в другую сторону прогнулись речь у нас идет о тоннах которая была и которая разошлась у меня было такое когда сказали склад там есть люди это Бог делает так мы приехали в Иркутск к человеку которого нам нашли в интернете и он встретился Игорь хорошо ну не православный конечно а название какие там угловой камень камень в угловой любое слово называется мы идем и он спрашивает а сколько надо я говорю а сколько можете дать ну ящика три небольшие ящики ну и мы идем поднялись полу подвальная там идет по ступенькам стали спускаться туда уже наверх на первый этаж и опять вниз склад он обернулся когда мы спустились и на меня смотрит вы сколько сказали я говорю ящики это он обьел глазом а там до потолка вот это вот наше помещение все он говорит первый раз вижу живого пророка какой пророк что он там я ничего не говорил и он сколько есть ну мы конечно загрузили под завязку машину она больше тонны брать не может и нам тогда стали прижать не наше это Господь нашими руками сделал а потом на дом пришли в этом еще удивительно нашел кажется восемь ребятишек девятым беременная жена и он всегда я плащу пять десятин я первый раз встретил такое обычно они воюют десяти но это в ветхом завете а это нет ну он у них как там за пресвитера считается и мы утром сели уезжая уже за обед он стоит с нами крестится молится и прислуживает нам один вечер прошел беседы с детьми и с ним один вечер а что сила Божия здесь где нам Господь дает дорогу нам дал дорогу сидеть спокойно у нас там есть написано на стене ваша сила сидеть спокойно нигде не поддержите смутьяных мятежников не надо расправа будет суровая а то сегодня еще а когда дойдет дело до кровопролития захлебнутся кровью и эти просто так власть не дадут сколько уже в Беларуси смута идет что они получили по моему мнению как я там был знаю и каждый день молимся у меня благодарность от него бумаги я себе книги подарил я считаю его лучшим президентом в Европе а может быть во всем мире а вот он делает там он должен не напрасно вносить меч написано так чтобы сохранять тех которые живут нормально его звать Александр вот и все я говорю о белорусском правителе где есть удивительные люди на земле сегодня которые избегают мятежа и так это просто но это его подвигло ближе к русским быть вот мы должны увидеть что в этом положительного есть 85-14 вы не запомните ну все таки знайте я не все псалмы взял ну хотя бы несколько 85-й псалм 14 стих Боже гордые восстали на меня и скопища мятежников ищет души моей не представляют они тебя перед собою причина они не представляют Бога перед собою и поэтому скопища мятежников вокруг нас все и против нас когда придут они к власти будет такое что говорят ты никогда не подумаешь что они могли быть такие они скрытые кто-то сравнил сегодня там в интернете это шахматная игра любая пешка может сменить короля на место на шахматной доске но еще никому из них не удавалось исполнить то что они обещали земли народу в паблике рабочим там ничего этого нет ты благодари Бога от чего мятежи беззаконие это скопище скопище по улице идет они вопиют кричат свистят барабанят я видел большой мятеж своими глазами в Болгарии по улицам идут и всякие перестелки продают барабаны колоть от лозунки но дальше не идет ну допустим 2-3 часа идет представьте огромная лента запруживаем всю улицу а мы как раз там и были там православный храм в Софии прища Соломона 24-21 что Соломон нам скажет у Давида там еще много раз уже не стал трогать но явно видно что они против мятежа идет 24 24-21 бойся с сыном и Господа и царя с мятежниками не сообщайся не сообщайся никак они звонят прямо по телефону выходите выходите а ты не отвечай не разговаривай ни одного слова это потому что все фиксируется в Думе уже кажется провели этот закон они сильно хотели его провести около пяти лет все наши телефоны о переговорах хранятся у них это большая база ну и еще удивляться так это уже идет как знак поставить и руководить там вот так ты не купишь пока на мордик не наденешь называется маской замаскировать тебе надо в алтаре священник выходит один в противогазе настоящем военном вы видели как ну показать к чему люди дошли чтобы было понятно ну вот звать Андрея молитесь о нем всегда он нуждается в этом ему я послал книги наш человек должен передать на этой неделе ему книги 30-й псалом это глава 9-й стих это Соломон говорит премудрый Соломон выпросившему Бога премудрость да вы пресытившись я не отрекся тебя и не сказал кто Господь и чтобы обеднев не стал красть и употреблять имя Бога в моего суе значит притча 30-я глава 9-й стих 9-й стих 30-я глава ну еще посмотрите что будет еще раз прочитайте да вы пресытившись я не отрекся тебя и не сказал кто Господь и чтобы обеднев не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе ну это как-то относится к этому так Иеремия 3-22 Возвратитесь а я говорю а чем недовольны не могут сказать но везде завидует патриарх вот у него яхта то другое а что вы завидуете я говорю у них все есть но нет то что у меня есть а что у вас есть у меня две голубят есть и сумка с инструментами где я могу пищу ложить а у них этого нет их выгоднее специально сидит никакой он с голоду умрет а я могу прокормить несколько человек когда будем шить палатки Павел говорит вот эти руки мои послужили ты найди себя тут о чем говорится дальше 5-23 Иеремия Иеремия 5-23 а у народа всего сердце буйное и мятежное они отступили и пошли от кого отступили от Бога они мятежники когда ты с такими бываешь где-то говоришь а почему ты пошел а он обещал ну как то же неприятности он сказал я за вас головой отвечаю вы уверены? да полтора недели не прошел он разбился губернатор Красноярского края лебедь все садились в вертолет всех заверил и не за чем было лететь даже высоковольтное линии ударились об землю все кончилось ты не обещай ничего не знаешь что будет в завтрашний день как Яков говорит а когда правители говорят ты только поддержи нам бы вот тот того у меня знакомый священник был в Государственной Думе нам бы только вот этого там свалить проходит время его и крест оторвали там и сваливать уже некогда ни того ни другого нет Иезекииле это две недели каждый день повторять они мятежники ты ничего не добьешься а ты иди и говори но они мятежный дом Господь сразу добавляет ты не удивляйся что они такие они весь всем домом мятежные эти люди страны избранные Богом что с нас спрашивать когда обетования это не нам были даны нас тогда и знать никто не знал а зачем мы сейчас будем склоняться к мятежникам так Иезекииле 2.5.6 будут ли они слушать или не будут ибо они мятежный дом но пусть знают что был пророк среди них а ты сын человеческий не бойся их и не бойся речей их если они волстами тернами будут для тебя и ты будешь жить у скорпионов не бойся речей их и не страшись лица их ибо они мятежный дом и все равно они скорпионы они змеи зачем ты пойдешь они мятежный дом а ты иди говори потому что они все отвергают Бога некоторые где-то готовы поколебаться и когда ты расскажешь что ждет он сразу же вчера только зашел человек вот до того хорошего мне говорят поговорите с ним сегодня утром ранее мне идти надо опять один за другим приходит поговорите из сектантов православная жизнь уже заканчивается в возрасте я давно-давно смотрю вас поэтому против того что снимаем говорит человек против когда это он не знает результата этого притом ежедневно у меня нет ни одного дня чтобы не было кто-то не пришел притом семьями целыми это друзья но и врагов хватает за ночь только сегодня кажется 70 звонков угрожающих со страшными матами видно что они трезвые зачем значит что-то мешает и пока он материт прости Господи за это слово я стою ночью он же звонит ночью и я молюсь и молюсь и в конце вижу он что-то задыхаться начинает видимо ангел ему повеет крылом как-то потише незнакомая мне стало утром 72 звонка было за ночь ну и который последний захватил все угрожающего характера ну уже у дверей с твоим открывай ничего они не сделают если ты не будешь противиться словам Господним ты иди говори а не мятежный дом так восьмой стих здесь же какая глава да вторая глава вторая глава это подвините минутку да из Икиля вторая глава восьмой стих мы шестой прочитали ну и седьмой мы прочитали и говори им слова мои будут ли они слушать или не будут ибо они упрямы ты же сын человеческий слушай что я буду говорить тебе не будь упрям как этот мятежный дом открой уста твои и съешь что я дам тебе ну то есть мы привыкли есть считать то я не буду я вчера говорил о книге что такое а то православное что вера слышания а слышание от слова Божия которое спрятано не было а у нас как ладан какой через ноздри а вот как поют там хористы нанятые безбоженники это же есть такое а вот дадут тебе там еще что-то простор возьмешь через гортань через вкусовые присутки все у нас это есть а главное это нету главное а главное сейчас мы просчитали а не мятежный дом не слушай не сообщайся а не мятежный дом это говорится про нас про наши сегодняшние поколения а вы довольны президента меня пугают я зачем вы его любите раньше продавали царское время сахарные такие называлась сахарная баба я говорю не сахарная баба чтобы его любить мое дело подчиняться и молиться я это выполняю мы ежедневно через каждые два часа становимся на молитву это благодаря интернету с разных сторон люди каждые два часа мы все становимся на молитву я что-то делаю звонки раздались пора ваша родственница там такой роли играет везде это Господь делает ходила к нам одна душа близкая и нашей сестры брат запретил ходить а теперь и брат сидит выше на меня даже беседует с такой бородой окладистой речь идет о крещении может быть приедут даже оказалось уже все они ушли и никогда не увидим их все у Бога у Бога все высчитано так Евангелие от Марка 15.7 оставим ветхий завет потому что тут 14 раз и так понятно что мне сообщать и с ними разговаривайте как надо если будут возможности где-то кому-то вы напомните что сейчас слышали мятежники это обманутые люди потому что те которые руководят они сидят они редко кто выходит а зачем а вот когда совершится все тогда будем каштаны эти чужими руками выгребать оттуда Марка 15.7 15.7 тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками которые во время мятежа сделали убийство вот и все это как будто сегодня специально людей учат там там за рубежом вот пришел тут против нас только-то летучился в Америке в Израиле ясно дело что в него вложили деньги а теперь они его выставляют вот за него заступиться надо за него за этого безумные фамилии и еще не получится деяние 19.28 что означает 19.28 я не знаю но если эти цифры умножить одна на другую получится церковная пасхалия 532 года когда пасха начинает повторяться опять 532 года может никакой роли не играет ну я сразу подумал надо же пасхалия 19.28 выслушав это они исполнились ярости и стали кричать говоря велика Артемида Ефесская это мятежники с чем они вышли с чем занимались кричали ну знаете на каждой крыше было написано слава КПСС ни КПСС ни славы ничего нет одно бесславие и хавод а премудреца Соломова тут у нас мы не можем просчитать просто объединим теперь что мы слышали где-нибудь они добро делали Библия отрицает все это нет не делали а вот мятеж делали и во время мятежа убийства вот это Майдань это было сразу сколько человек застрелили эти в ответ ну и дальше ловите президента он виноват а вот даже близко не было лучше стали нет мы в России пережили много этих мятежей наши деды там все и мы только можем молиться об утешении этой подступающей к нашим границам к нашим домам и порогам мятежных волн да не будет этого ты не ходи но и на этом не успокаивайся а молись чтобы Господь сохранил мир чтобы проводить жизнь тихую в разговоре никогда этих мятежников не поддерживай а говори это не надо делать нам надо молиться и благодарить Бога творить добрые дела поститься и молиться мы ничего не сделаем а кто ну одного ты уговорил ну даже тебя убили кричал еще дальше те которые сидят они у власти так и остаются а тебя зафиксировали сегодня все это подграфируют везде съемка идет и тебя вызывают я там не был нет это ты тебе еще не придется отвечать а я не был не был не был тебя нигде не было а к вам встречались поверьте что что мы сейчас говорим это будет известно далеко потому что у меня посещаемость только 58 миллионов на наших ресурсах миллионов это не тысячи наши люди очень работают каких хороших Бог дает нам помощников они все снимают и выставляют и работают и помогают во всем и так да сохранит нас Господь Бог от самого малейшего мятежа не только где-то а внутри себя да как Бог допустить мог дети малые умирают это мятеж да вот я не знала тебя мать говорила не выходи за него замуж а теперь имущая с ним не митингует слово митинг означает встреча мит встречать по-английски и поэтому что досталось благодари и выводи блаженный Августин по нашим меркам по церковным это юноша который не знал у короту никакого от незаконного соития ребенок рождается отец неверующий а мать Моника всюду и везде он на стадион она с ним он куда бы ни пошел и когда епископ увидел узнал это и говорит не может быть того чтобы Бог не ответил на такую молитву она всегда слезами а муж крутой был такой у всех как получка так приходят с синяками она приходит радостно и муж обратился стал епископом и сын блаженный Августин да услышит Господь наши молитвы святых о нас чтобы в стране нашей не было мятежа ни внутри ни в ближнем арами